Некоторое время назад на канале публиковался обзор недорогой Hi-Fi системы на базе полочной акустики KEF Q150 и компактного усилителя со встроенным стримером Premiere CI2100MK2. Аппарат дает крайне привлекательное сочетание цены и качества, но поскольку он изначально является инсталляционным, дизайн весьма специфический. Понимая интерес пользователей, разработчики премьеры представили новый, уже домашний мини-усилитель, который так и назвали Mini Amp. Впервые этого малыша показывали на Hi-Fi Hi-End Show 2024 в Москве, а теперь пришло время познакомиться с ним поближе. Сразу хочу отметить один важный момент. Mini Amp не стоит сравнивать с многочисленными китайскими усилителями класса D, которые тоже очень компактны и выглядят похожи. Те самые китайцы это по сути просто усилитель мощности, имеющий один или два входа, и обычный регулятор громкости в виде потенциометра. Максимум, на что можно рассчитывать в дешевом китайском аппарате, модуль Bluetooth, а Mini Amp гораздо сложнее. Во-первых, это полнофункциональный интегрированный усилитель с пультом ДУ. К нему можно подключить три аналоговых источника, два к разъемам RCA и еще один ко входу AUX, а также два цифровых, к оптическому входу и порту HDMI с IRC. Во-вторых, Mini Amp это полноценный стример, который добавляет возможность подключения по Bluetooth, поддержку AirPlay 2 и сети DLNA, а также чтение файлов с флешек. А поскольку Mini Amp собран на базе модуля Link Play, это позволяет создавать единую мультирум-систему с другими устройствами марки Premiere, стримерами Veeam, а также многими аудиокомпонентами разных брендов, среди которых умные колонки и Hi-Fi компоненты IOTA VX, Audio Pro, Defunc, Audio Engine и так далее. Одним словом, в эту маленькую коробочку удалось уместить невероятное количество функций. И в-третьих, в Mini Amp встроен усилитель для наушников, и это далеко не номинальная функция. Он справляется как с внутриканальными, так и с полноразмерными моделями. Усилительная часть Mini Amp работает в классе D и выдает по 50 Вт на канал при нагрузке 8 Ом, или по 100 Вт при нагрузке 4 Ома. Соотношение сигнал-шум 98 дБ, искажение менее 0,03% при полной нагрузке. Диапазон частот от 18 Гц до 21 кГц. В переводе с технического на человеческий перед нами аппарат класса Hi-Fi начального уровня. Он не показывает каких-то запредельных рабочих характеристик, но обеспечит чистое и точное звучание в слышимом диапазоне частот, что и требуется от любого Hi-Fi устройства. Аналоговые входы RCA у усилителя Mini Amp имеют высокую чувствительность и рассчитаны на сигнал с номинальным уровнем 0,5 В. Это значит, что при подключении источников с высоким выходным уровнем их можно перегрузить. Обычно выходным уровнем 1-2 В обладают цифровые устройства, типа ЦАПов, CD-проигрывателей и стримеров. ЦАП и стример на борту Mini Amp уже имеются, а для подключения CD-проигрывателя есть оптический вход. Если же вы будете подключать проигрыватель винила или, скажем, кассетную деку, аналоговые входы Mini Amp идеально для этого подойдут. Большинство внешних фонокорректоров и практически все фонокорректоры, встраиваемые в проигрыватели винила, имеют невысокий выходной уровень. Со входами, рассчитанными на уровень 2 В, они звучат тихо, а при повышении громкости на усилителе могут появляться шумы. А вот с Mini Amp такой проблемы нет, все звучит чисто. Однако вернемся к цифре. Встроенный стриминговый модуль подключается как к проводной сети, так и к беспроводной. Через двухдиапазонный Wi-Fi. Это помогает свободно выбирать место установки. Если рядом нет Ethernet-розетки, подключаемся по Wi-Fi. Пропускной способности современных роутеров хватит даже для прослушивания Hi-Res. Микросхема ЦАП, используемая в усилителе, это PCM5121 от Texas Instruments. Наличие стереофонического выхода с дополнительным сабвуферным позволяет использовать Mini Amp как сетевой проигрыватель. Его можно подключить к другим усилителям или к активной акустике. Получается, что Mini Amp это, кроме прочего, еще и источник сигнала, аналогичный по качеству и возможностям воспроизведения отдельному стримеру VM Pro. Центральную часть фронтальной панели занимает дисплей, который выполняет сразу несколько функций. Он отображает вход, наличие сигнала на входе, уровень громкости, а также имеет заставку в виде часов. Кроме того, с помощью дисплея можно производить основные настройки. В экранном меню регулируются тембры верхних и нижних частот. Там же можно задать время, после которого появляются часы, выбрать яркость или задать таймер на отключение дисплея. Сам дисплей, конечно, не поражает высоким разрешением, но часы издалека смотрятся симпатично и добавляют усилителю функциональности. Благодаря встроенному модулю стримера смартфон с приложением Audio System становится дополнительным пультом дистанционного управления. Из приложения можно выбирать входы и регулировать громкость. В нем же можно настроить будильник, чтобы система включала в заданное время вашу любимую интернет-радиостанцию или просто музыку с флешки. Это делает мини-амп отличным кандидатом на роль микросистемы, которую можно расположить, например, в спальне. Просто подключаете пару симпатичных полочников и получаете все необходимые функции. Будильник, часы, прослушивание интернет-радио, прослушивание музыки со стриминга, с флешек или со смартфона, озвучивание телевизора и так далее. Плюс к этому мультирум и возможность послушать музыку в наушниках. Мини-амп я послушал не только с его встроенным стримером, но и с внешними источниками сигнала. Усилитель сам по себе нейтрален по характеру. Звучит чисто, четко, динамично, с быстрым, хорошо контролируемым басом и чуть смягченным верхом. Встроенный ЦАП добавляет артикуляции, четко очерчивает каждый звук, обеспечивает напористую и плотную подачу музыки. Мини-амп лучше всего подходит для прослушивания современной танцевальной и поп-музыки, а также рока, не самого сложного металла и разнообразной электроники. Весь материал звучит бодро и ярко, каждая нота четко прорисована. Сцена имеет ощутимый объем, но она не так голографична, как у полноразмерных аппаратов премьера. Возможно, поэтому аудиофильский джаз, классика и другой сложный материал звучат не столь интересно. Не хватает в звуке теплоты и тонкой прорисовки тембров, которые дает та же премьера А1 и другие аппараты класса АБ. В целом характер звука типичен для недорогого усилителя класса D, с одной очень важной поправкой. Среди равных себе мини-амп оказался весьма музыкален, и он куда ближе по качеству звука к классу АБ, чем большинство конкурентов. Даже инсталляционная премьера CI2100MK2, по мотивам которой был собран этот домашний аппарат, звучит на его фоне более сухо и формально. Разница настолько существенна, что я полез проверять, не подключен ли мини-амп к линейному блоку питания или через какой-то специальный фильтр. Но нет. Блоки питания одинаковые, обычные импульсники на 32 вольта. А разница в звуке, хорошо заметна. И это впечатляет. Подведем итог. Благодаря компактным размерам, разнообразной коммутации и расширенной функциональности усилитель премьера мини-амп можно использовать для совершенно разных задач. Он может стать основой одной из зон мультирум в большой квартире или в доме. Для этого его даже не нужно оставлять на видном месте. Он же является подходящей основой для мини-системы в спальню или кабинет. А также может взять на себя все задачи по озвучиванию небольшой гостиной от прослушивания музыки до работы в роли кинотеатральной системы формата 2.1. В качестве первого хай-фай компонента для начинающих мини-амп тоже хорошо подходит. Опять же за счет более развитой коммутации и возможности использовать его в будущем в роли источника сигнала с более дорогим, высококлассным или просто более мощным усилителем. В очередной раз у премьеры получилось сделать аппарат с исключительным соотношением цена-качество. И это очень хорошо. А у меня на сегодня все. До новых встреч!